Приветствую вас! И знаете, прежде чем говорить о проблемах ваших, о проблемах точнее, мне бы хотелось сперва немножечко затронуть тему ваших суждений. То есть вы говорите, что почему мужчина ничего не делает, да, если вы говорите ему о том, что вы уйдете от него, то все у вас конкретно, все у вас серьезно, да, то есть вы не понимаете, зачем человек, почему человек так себя видел. Вы забываете о том, что все-таки между вами большая разница, достаточно мудрости, и мужчина вполне вероятно относится к вам, это вот ваше покровительство, знаете как, это вот ваше описание, да, что он прикидет вас, думает, что он заботится о вас, поддерживает вас во всем и так далее. А вот это все, как бы, естественно, косвенно, косвенно намекает на его отношение к вам, как отца к ребенку, как отца к дочери. То есть я не говорю, что это обязательно, конкретно именно так. Вы вправе считать, что он относится к вам как взрослый, как к обросу, точнее, я не буду с этим спорить. Но, поймите правильно, что, скорее всего, есть в этом что-то, скорее всего, есть в этом, знаете, доля истины. Почему? Потому что мужчина за полтора года, что вы были с ним до первого расставания, скорее всего, поверил тому, что вы к нему привязаны, что вы хотите быть с ним, что вы не можете без него жить. И, собственно, поверил тому, что он очень сильно вам нужен. И тот факт, что мужчина поверил в то, что он вам очень сильно нужен, успокоил его и заставил его думать, что вы, по большому счету, никуда от него вообще не денетесь. То есть, ну, будете вы так вот с ним жить, будете вот так вот с ним терпеть все, что он вам скажет, потому что не будет у вас выбора. Опять-таки, по мнению мужчины, вы примете его позицию. По мнению мужчины, у вас нет другого выхода, кроме как эту позицию принять. И здесь нужно понимать, насколько мужчина воспринимает вас всерьез. Да, он стремится у вас вернуть. Да, он стремится, как бы, быть с вами. Да, он хочет быть с вами. Я это прекрасно понимаю. И я также понимаю, что вы ему нужны. Но меня по-прежнему волнует вопрос о том, насколько серьезно он вас воспринимает. Вот от того, насколько он серьезно вас воспринимает, без лишних, как сказать, слов, можно сделать вывод о том, значит, насколько у вас есть шанс, что он действительно сделает то, что вам нужно. И вот это необходимо четко понимать. Теперь по поводу проблемы, которые вы описываете. Проблема заключается в том, что мужчина, значит, тянет время, да, в течение трех лет он уже вам что-то обещает, но ничего не делает. То есть, как бы, нет никакого прогресса, да, в том, что он вам говорит. То есть, вы хотите жить вместе, а он, как бы, постоянно это отскладывает. Здесь мне бы хотелось для начала, для начала, обратить ваше внимание на то, что мужчина в 45 лет, если я правильно вас понял, до сих пор живет с родителями. Это, мягко говоря, странно. То есть, человек, которому уже по определению давно пора жить одному, до сих пор живет с родителями. И вот это то, что является, вообще-то говоря, основным тревожным моментом. То есть, даже не то, что он, не то, что он, как-то вот, знаете, профессионирует, да, и постоянно откладывает то, что он вам обещает. Это еще, ладно, гораздо серьезнее то, именно, что он в свои годы живет до сих пор с родителями. Вот это действительно подозрительно, это действительно странно, и это действительно заставляет задуматься о некоторых моментах, о некоторых вещах, о том, как он себя позиционирует, о том, какие у него планы на будущее. Вот это то, на что вам стоит обратить внимание. Самое пристальное, я бы сказал, внимание. То есть, чем обусловлена его такая вот реакция, чем обусловлена такое его, ну, скажем так, такое его поведение. То есть, ему нужно, ему нужно, ему нужно, как это правильно сказать, ему нужно искать жилье, да, не для себя, ой, то есть, не для вас, про запрещение, а для себя. То есть, не для того, чтобы в этом съемном жилье с вами жить, а чтобы самому жить. А получается, что мужчина не хочет, а не особо хочет этого, не особо хочет жить сам в отдельном жилье, а хочет жить там только, только с вами. И вот именно в этом и кроется основная проблема. Если мужчина не делает этого для себя, для себя, ему это не нужно. А значит, его все устраивает, а значит, то новое, что вы предлагаете, то новое, что вы хотите, по умолчанию, для мужчины не совсем желательно. И я бы даже сказал, несколько угрожающе. И теперь, теперь, значит, когда мы это сказали, значит, что вам делать в этой ситуации? Ну, во-первых, во-первых, ну, не понятно, что мужчина так и будет себя вести до тех пор, пока его все устраивает. Думаю, вам это скажут все мои коллеги. Его все устраивает, ему все нравится, он так и будет себя вести. Просто потому, что ему это нравится, его это устраивает. Лично ему не нужно, значит, лично ему не нужно вот эти вот изменения, которые вы от него хотите получить. И тогда, вам нужно, нужно для себя. Просто мы не будем, я, по крайней мере, не буду вам рекомендовать однозначно с ним отношения разрывать. Потому, что, ну, совет, это не то, что люди обычно ждут от нас. Я скажу вам так. Хоть он вам настоящий срок, да, до Нового года. Ну, дайте ему этот последний шанс. Пусть он реализует его. Не говорите мужчине, что этот шанс последний. Не продавайте тому, что он делает излишнее значение сейчас. Это будет плохо для него. Вот. И если он не держит свое слово, вот тогда уже вы можете четко сказать ему, что прости, дорогой, я не могу больше с тобой быть, потому, что ты меня все время обманываешь, я тебе не верю. Я от тебя уйду, и вы от него уйдете. Но, в какое-то время, в какое-то время, вам совершенно спокойно, можно, ну, дать ему понять, что вы его любите, что вы его ждете, что вы хотите быть с ним, и что, если он конкретными поступками даст вам понять, что готов доставить вам жилье, где вы могли бы жить вместе, то вы к нему вернетесь. Но, до этого вы больше не купитесь на его слова. И так же, вы поверите только конкретным действиям. То есть, вот, когда ему будет, куда вас позвать, вот тогда вы и придете к нему, тогда вы и вернетесь к нему. Но, чтобы он с этим, чтобы он с этим не затягивал, чтобы он с этим не тянул, а потому что вы можете найти другого мужчину совершенно спокойно, и будете уже с ним, и тогда к нему не вернете. Вот эти вещи нужно до него донести. И если он действительно вас любит, он что-то наконец сделает. Но это будет действием только в том случае, если вы действительно будете продвигать свою деятельность, если вы действительно будете ее придерживаться, если вы будете действительно ее осуществлять. И если вам что-то мешает эту деятельность осуществлять, может быть личная зависимость от человека, любовная зависимость от человека, это препятствие, и препятствие нужно будет убирать. Убирать как раз таки для того, чтобы вы могли свободно распоряжаться своим временем, своей энергией, ну и в конце концов самой свободы. Вот так. Я думаю, что на этом можно закончить, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.